Эти молодые люди, в числе которых и Александр, через пару месяцев станут настоящими защитниками Отечества. В Приморье полным ходом идет осенний призыв. У Александра Бородина мечта стать десантником. Не знаю, какой на другой край. Хабаровск, Лос-Рис. Только не тут, что все знакомы. Хочется подальше от всех. Ну, год хочется от всех. Уединиться хотя бы. Только за один день в Краевом военном комиссариате проходят медкомиссию сотни призывников. Среди них большое количество студентов. Что очень необычно. Раньше учащиеся вузов обходили военкомат стороной. Теперь же те, кто мечтает о должности в госструктурах, обязаны пройти военную службу. Такой закон начнет действовать с января следующего года. Молодые люди не будут иметь права занимать должности государственных, муниципальных, либо государственных служащих, если они не проходили военную службу. Порядка, наверное, 30 человек написали заявление для того, чтобы взять академические отпуска в высших учебных заведениях, где они обучаются, чтобы пойти в армию. Но служить в армии смогут далеко не все. Чтобы попасть в элитные войска, например, ВДВ, нужно иметь отменное здоровье. В ряды военнослужащих закрыта дорога наркозависимым. Сотрудники госнаркоконтроля регулярно общаются с новобранцами, показывают документальные фильмы. Лекции скучны, а вот беседы и одновременный просмотр фильмов помогают заинтересовать призывников. Зачастую молодые люди, у них отсутствует информация об этом, и употребление наркотических веществ им кажется таким незначительным каким-то действием, которое не ведет ни к каким последствиям. Осенний призыв завершается в конце декабря. В ряды вооруженных сил уже призвано около двух тысяч человек. А служив в армии всего год, молодые люди смогут продолжить свое обучение в приморских вузах. Надежда Арсеньева, Денис Семисинов, Панорама. Продолжение следует...